Подпишись и нажми на колокольчик. Африканская народная сказка. Как кошка на кухне прижилась. Давным-давно жила-была кошка, и очень ей хотелось узнать, откуда у всех сила берётся, и почему у одних её больше, а у других меньше. Думала она, думала, смотрела-смотрела, и решила, что нет на свете никого сильнее льва. Отправилась кошка ко льву. Подружились они, стали жить в мире и согласии. Но однажды отправились лев с кошкой в дальние края, и повстречались им слоны. Как увидели слоны льва, рассверепели, поймали его, да и забросили на дерево. Увидела эта кошка и очень удивилась. Оказывается, лев-то не самый сильный. Видно, есть кто-то и посильнее. Пошла она искать слона. Пришла к нему и говорит, давай дружить. Слон не прочь подружиться. Ну, давай. И стали они жить вместе. Прошло много дней, но однажды бродили слон и кошка по лесу, и повстречали охотника. Прицелился охотник в слона, выстрелил, и слон упал замертво. А, так вот, кто сильнее всех, раз он друга моего любимого убил. И заплакала кошка горькими слезами. Только собрался охотник домой идти, кошка подбежала к нему и говорит, послушай, возьми меня с собой. Видит охотник, что это простая кошка. И отвечает, ладно, пошли. Пришли они к дому охотника, подбежала к нему жена, забрала и ружье, и пули, и порох. Тут уж кошка совсем растерялась. Так вот, кто самый сильный, отобрала у охотника ружье, а он и слова не сказал. Сел себе и отдыхает. Вот к ней-то мне и надо. Пошла кошка за женщиной в дом. Пришла на кухню и сидела возле нее, а кота готовила мужу еду. Кошка так привыкла жить на кухне, что женщине даже приходилось прогонять ее, ловить мышей и стеречь от них горшки. С того дня и повелось, что больше всего кошка любит находиться на кухне. Подпишись и нажми на колокольчик. КОНЕЦ